Вопрос. Какую мольбу, дуа, нам произносить при разговении, когда мы постимся? Ответ. Хвала Аллаху. Умар сказал. При разговении посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил. Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда ждет, если это угодно Аллаху. Захаба зламау, вабтеллятиль уруку, ватебеталь аджру, иншаа Аллах. Привел Абу-Дауд под номером 2357 и Ад-Даракудни под номером 25. Ибн Хаджир в Ат-Талхису-ль-Хабир, том 2, страница 202, сказал. Ад-Даракудни и сказал, что цепочка передатчиков этого хадиса хорошая. Что же касается мольбы, о Аллах, ради тебя я соблюдал пост, и с помощью твоего пропитания я разговелся. Аллаху малика сумту, ва аля ризгика автарту. Абу-Дауд номер 2358, то этот хадис слабый, как об этом сказал Аль-Албани в Ба-Иф Аби-Дауд под номером 510. Мольба после завершения поклонения имеет сильные доказательства в шариате. Например, мольба после молитв и мольба после окончания обрядов паломничества. И пост также, если это угодно Аллаху. Всевышний Аллах, указывая на важность мольбы в этот месяц, упомянул аят о мольбе между двумя аятами о посте. «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем». Сура Аль-Ба-Кара, аят 186. Шейх Ибн Таймия сказал, «Всевышний сообщил нам, что он близок к рабам, что он отвечает на мольбы тех, кто взывает к нему. Это сообщение о его господстве, о том, что он дает рабам то, о чем они просят, и отвечает на их мольбы. Если они обратятся к нему с мольбой, то они уверовали в его господство над ними. После он приказал им две вещи. «Пусть же они отвечают мне и веруют в меня. Быть может, они последуют верным путем». Сура Аль-Ба-Кара, аят 186. Первый приказ состоит в том, чтобы они повиновались ему в его приказах, совершали ему поклонение и обращались к нему за помощью. Второй приказ состоит в том, чтобы они верили в его господство, признавали его Господом и Богом, то есть только ему совершали поклонение. Поэтому говорят, что ответ на мольбу будет тогда, когда верной будет вера и совершенным повиновение. Ведь в конце аята о мольбе он сказал, «Пусть же они отвечают мне и веруют в меня». Сура Аль-Ба-Кара, аят 186. Смотрите Мажму'ль-Фатава, том 14, страница 33.